В суде индустриального района оглашен приговор 30-летнему хабаровчанину, который умудрился за полчаса совершить два разбойных нападения на павильоны сотовой связи. Это произошло вечером 11 февраля, причем в то время, когда на улицах еще было полно людей. Первым объектом нападения стал магазин сети МТС у остановки судоверфи. Злоумышленник вошел в торговый зал в 7 часов вечера. Через 25 минут его появление шокировало уже менеджера Связнова в районе завода «Спутник». В обоих случаях злоумышленник действовал по одной преступной схеме, под угрозой газового пистолета, который сотрудники торговых точек принимали за боевое оружие. Требовал отдать всю имеющуюся в кассе наличность. В результате двух нападений фигурант похитил порядка 20 тысяч рублей. Поиск злоумышленника много времени не занял. В микрорайон Флегонтово были стянуты все свободные полицейские экипажи. До их появления нападавший успел спрятать в тайник деньги и пневматический пистолет, который, к слову, был неисправен. Покидая район преступления, разбойник наткнулся на кинолога. Собака, успевшая взять след, на появление подозреваемого отреагировала незамедлительно. Сомнений у патрульных не осталось после того, как все жертвы опознали задержанного разбойника. В отделении Хабаровчанин признался, что на преступление пошел впервые. И вовсе не от хорошей жизни. Долги большие? Много. Ну, сколько это много? Не могу сказать. Деньги мужчине были нужны из-за другой некрасивой истории. В августе прошлого года он стал виновником автоаварии, в которой погиб человек. Если во время расследования этого уголовного дела молодой человек оставался на свободе, то после налетов его заключили в СИЗО. Судья учила все характеристики обвиняемого, в том числе и то, что он был донором крови. По совокупности преступлений, путем частического отражения наказаний, я хочу определить ему как бытие 3 года, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это не последний приговор. В том же суде продолжается рассмотрение дела о его ДТП. С места происшествия Надежда Томченко, Анастасия Кузьмина и Павел Рогатин.